Привет всем, с вами Кик. И в сегодняшнем выпуске вас ждет компания Oppo, которая представила первый в мире слайдфон. Нейроинтерфейсы от французов, позволяющие управлять компьютерами и AR-VR гарнитурами одним взглядом. Проблемы с испытательным полетом у Virgin Galactic и управляемые мозгом роборуки, тончайше разрезавшие пирожное. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Друзья, согласитесь, что каналу, который рассказывает про инновационные технологии, нужна и инновационная подпитка. Поэтому создание практически каждого нашего выпуска начинается с инновационно заваренным кофе. Да, вы все правильно расслышали, процесс его приготовления может быть и технологичным, если приготовить кофе с помощью инновационной кофейной системы Nespresso Virtue с технологией заваривания Centrifusion. В чем же разница, спросите вы? А все дело в том, что остальные капсульники работают по схеме классической эспрессо-машины, у которых один принцип – пропустить горячую воду под давлением через молотый кофе и получить эспрессо. Здесь же с помощью центробежной силы, которая возникает за счет раскручивания самой капсулы Virtue. С помощью уникального штрих-кода, которым оснащены все капсулы Virtue, кофемашина сама знает, сколько нужно воды, какая нужна температура и с какой скоростью вращать капсулу. Благодаря такой запатентованной технологии Nespresso получается чашка идеального, насыщенного черного кофе с густой пенкой за каких-то 30-40 секунд. Кстати, для любителей кофе с молоком можно очень просто приготовить вот такой коктейль, просто добавив молоко в чашку перед завариванием капсулы. Не благодарите, а лучше переходите по ссылке в описании, и вас ждет специальное предложение. Всего за 5 990 рублей при покупке кофе, кофемашина Virtue Next будет вашей. А наш промокод Nespresso Kik, который суммируется с текущими специальными предложениями, даст вам дополнительную скидку 1000 рублей. Скидка будет до 12 января следующего года. Спешите! Начнем мы сегодняшний выпуск с производителя смартфонов Oppo, который принадлежит китайской корпорации BBK Electronics. Потому что Oppo в эти дни представила смартфон будущего. В самой компании устройство с оригинальным форм-фактором называют слайдфон. Оригинальный дизайн был разработан при участии японской студии Nendo. Главная особенность устройства это то, что оно состоит из трех частей и может принимать разную форму. В полностью сложенном виде слайдфон легко умещается на ладони. Начав раскладывать устройство, пользователь сначала увидит небольшой дисплей с диагональю полтора дюйма. Этого, как утверждают в компании, достаточно, чтобы узнать время, просмотреть уведомления или переключить песню в плеере. На втором этапе раскладывания устройство предоставляет пользователю уже 3,15-дюймовый дисплей, которого хватит, чтобы выстроить кадр при фотосъемке или поиграть в несложную игру. Наконец, в полностью разложенном виде экран с рамками минимальной ширины обладает диагональю 7 дюймов. Правда, корпус смартфона при этом очень узкий, так что площадь экрана будет существенно меньше, чем даже у аппаратов с 6-дюймовыми экранами. Кроме того, такой вытянутый экран удобен далеко не всегда. Судя по официальным изображениям и видео, устройство можно будет управлять при помощи стилуса. К сожалению, пока технические характеристики компания не разглашает. Никаких данных о возможном старте продаж нет, но логично предположить, что для коммерческого дебюта устройства необходимо ждать еще несколько лет. Хотя, зная китайцев, может быть, мы увидим такой девайс уже в следующем году, а может и завтра? Так или иначе, нам интересно, что вы думаете об этом форум-факторе. Напишите-ка в комментариях, а мы продолжим. Французский стартап NextMind начал принимать заказы на устройство ввода нового поколения. Нейронный интерфейс DevKit. Гаджет преобразует сигналы мозга в цифровые команды и позволяет управлять компьютерами и AR-VR гарнитурами. Создание нейронного профиля занимает около 45 секунд. Но в дальнейшем разработчики рекомендуют проводить регулярную калибровку для точного считывания сигналов. NextMind также обещает выпускать регулярные обновления и со временем полностью откажется от процесса калибровки. NextMind DevKit поставляется с пятью демонстрационными приложениями. PinPad, NeyroTV, программой для создания музыкальных дорожек и двумя играми. Функция PinPad позволяет разблокировать подключенное устройство мысленной командой, а NeyroTV переключать каналы воспроизводителей, приостанавливать воспроизведение контента, а также включать и выключать звук. Режим композитора помогает создавать музыку с помощью одной силы мысли из заранее предложенных нот и паттернов. А игры, PlatformGame и BrickBreaker одновременно управляются с помощью NextMind сенсор и стандартных геймпадов для ПК. Представленные приложения лишь малая часть того, на что способен нейронный интерфейс. В первую очередь NextMind ориентируется на разработчиков ПО, но готовы доставить DevKit любому желающему в 36 странах по всему миру. Один интерфейс обойдется в 399 баксов. И такие вот приспособления, друзья, являются одним из самых эффективных способов взаимодействия с окружающим миром для парализованных людей. Однако в основном речь идет о выполнении каких-то простых действий, вроде передвижения курсора или нажатия на клавиши. Но вот исследователи из лаборатории прикладной физики университета Джона Хопкинса под руководством Франческо Теноре имплантировали в область сенсомоторной коры мозга Роберта Хмелевски, пациента с параличом всех конечностей, пластины из 96 микроэлектродов, которые позволяют не только считывать моторные сигналы, но и стимулировать сенсорную кору. Результаты превзошли все ожидания. Сейчас Хмелевски уже успел освоить и более точные действия. Справляться с ножом и вилкой. Считывая сигналы с моторной коры, компьютер посылает их в роборуки. Так ими можно двигать и даже регулировать, например, размер куска, который нужно отрезать, перенося нож ближе или дальше. Исследователи также уточнили, что при управлении роборуками Хмелевски получает определенный сенсорный ответ посредством стимуляции сенсорных отделов, что позволяет ему эффективнее взаимодействовать со средой. Как известно, ярым поклонникам техники из стеклянного колизея в Купертино европейские регуляторы оштрафовали компанию Apple за недобросовестную рекламу водонепроницаемости отдельных моделей iPhone. Энтузиасты решили проверить, насколько защита от воды в новом смартфоне iPhone 12 соответствует заявленной Apple характеристике. Тестирование проводилось в холодных пресных водах озера Тахо в Калифорнии. Для испытаний использовался подводный дрон компании TSEI, способный погружаться на глубину до 300 метров. С камеры TSEI можно наблюдать поведение смартфона, а также отслеживать глубину и температуру забортной воды. Первая фаза испытаний заключалась в погружении iPhone 12 на заявленную Apple глубину 6 метров и пребывании его под водой на протяжении получаса. В результате смартфон сохранил работоспособность, только звучание динамиков было несколько приглушенным. Второй этап тестирования заключался в погружении смартфона на глубину 20 метров, где температура уже достигает 10 градусов Цельсия. В этом положении смартфон выдержали на протяжении 40 минут. Все системы продолжали работать нормально, а звук динамиков снова был слегка приглушенный. Перед третьим испытанием, когда энтузиасты хотели испытать iPhone 12 в экстремальных условиях, смартфон сушили на протяжении 72 часов. Однако в ходе просушки батарея полностью разрядилась. После непродолжительной зарядки через порт Lightning при включении смартфона на экране появилось сообщение с требованием провести диагностику устройства. Сброс настроек не помог, и смартфон по-прежнему требовал диагностику. По результатам тестирования было выявлено, что iPhone 12 все-таки соответствует параметрам защиты класса IP68 объявленным компанией. А при погружении на большие глубины проблема может возникнуть либо от перепада температур между забортной водой и устройством, либо от проникновения в корпус воды. А вот декабрь месяц оказался тревожным не только для компании Илона Маска, потерявшего в ходе испытаний прототип сверхтяжелого космического корабля SpaceX Starship, не сумевшего завершить вполне успешный полет на 12,5 километров и взорвавшийся при посадке. Компания Virgin Galactic вынуждена была прервать в субботу утром важную испытательную миссию, в ходе которой осуществлялся запуск уникального космического корабля VSS Unity — суборбитальное пространство. Корабль VSS Unity успешно отделился от базового корабля White Knight 2 и запустил двигатель в ожидании выхода в космос, однако двигатель работал в нештатном режиме и эксперимент прервали. В результате пилотам был отдан приказ прервать миссию и возвращаться на базу. В штатном режиме после включения двигателей VSS Unity для выхода в космос они должны проработать около минуты, однако на прерванных испытаниях двигатель заглох после нескольких секунд работы. Третий испытательный полет VSS Unity Virgin Galactic проходил без пассажиров, но имел на борту груз NASA, который должны были испытать в условиях малой гравитации. По заявлению компании, в резерве имеется еще несколько готовых двигателей. После технического регламента компания планирует повторные испытания. Инженеры же из университета штата Колорадо придумали новую конструкцию захвата для дрона, лишенную этих недостатков. Ее главная особенность заключается в том, что активация захвата происходит механически, без необходимости в электромоторе. Разработчики добились этого, использовав в захвате бестабильную структуру. Такие структуры могут перемещаться в некотором диапазоне, в котором есть две точки с минимумом потенциальной энергии. Захват состоит из П-образной рамки и, собственно, захватывающего элемента, который в двух местах крепится к рамке, причем он закреплен так, что рамка сжимает его, заставляя складываться и занимать одно из двух крайних положений. Разработчики проверили работоспособность конструкции экспериментально, собрав прототип такого дрона на базе квадрокоптера. Большую часть деталей захвата они напечатали на 3D-принтере. Инженеры успешно протестировали дрон, показав, что он может закрепляться на предметах, обхватывая их вокруг и зажимая захват по бокам от них, а также может взять предмет из руки и перевести его в нужное место. Уже в 2022 году к Марсу отправится очередная миссия, в состав которой будет входить планетарный ровер «Розалинд Франклин», разработанный в Европейском космическом агентстве. В программе по доставке марсохода на Красную планету участвует и российское космическое агентство, поставляющее для миссии «Экзомарс» ракету-носитель «Протон», спускаемый аппарат и посадочную платформу. Агентство ESA предоставило землянам уникальную возможность самостоятельно собрать миниатюрную действующую модель марсохода «Розалинд Франклин» на одноплатной платформе Raspberry PI. Детали модели можно самостоятельно распечатать на 3D-принтере, скачав все необходимые данные с ресурса GitHub, куда их выложила ESA. Для изготовления «Экзомай» потребуется всего лишь неделя печати на трехмерном принтере, материалы и комплектующие, имеющиеся в свободном доступе в интернете и оцениваемые в каких-то 600 долларов. Популяризация марсианского ровера, по мнению экспертов ESA, позволит пробудить интерес к робототехнике со стороны студентов, школьников и любителей техники. И на этом у нас на сегодня все, друзья. Спасибо всем, кто провел это время с нами. Не жалейте лайков, активно подписывайтесь и, конечно, не забывайте про... чтобы не пропускать наши выпуски. А также присоединяйтесь к нашему Инстаграму с самым крутым техноконтентом. Эти лиги с самыми быстрыми новостями. Увидимся очень скоро. Пока!